Но такой вопрос, почему мы совершенно спокойно относимся и воспринимаем это как данность? Мы меняем свои правила игры, мы натаскиваем на это наши юроделы. И вот мы вспоминали с вами историю с Ваней Голуновым, когда случилось вот это событие, эта ситуация по всей стране, от Екатеринбурга, не знаю, до Архангельска. Выходили журналисты, возмущались коллективами, редакциями и так далее. И кажется мне, что как-то всем миром отстояли, разрулили и повернули совершенно в другое русло эту историю. Почему, когда полтора месяца назад «Медузу» признают иностранным агентом, никто никуда не вышел, никто ничего не сказал, ну вот как-то так громко, заметно, во всеуслышание. Почему это принимается как данность и просто как новые правила игры, которые нам предложили? Ну потому что не закрыли же. Тут дело в том, что одно дело, извините, мне тут толку, когда Ваня Голунов был абсолютно по беспределу задержан, его абсолютно очевидно подбросили наркотики, и совершенно точно каждый из нас понял, что мы можем оказаться на его месте, где бы то ни было по стране, это беспредел откровенный и очень грубый, да, очевидно. А что касается «Медузы», то это ведь не закрытие, правда? Она же существует? Ну ладно, ну пусть, ну опубликуют вот эти вот набор несвязанных, да, каких-то жутких слов, перед каждым, да, но это медленный процесс, это некий, это шаг за шагом, это разные этапы, их много, они во времени не развиваются, нет единовременного какого-то ада, какой-то драмы с судьбой человека, речь идет об издании, и даже если бы закрыли «Медузу», было бы ужасно обидно куче народу, невероятной куче народу, потому что у «Медузы» очень много читателей, но я вас уверяю, ситуация, которая была с Голуновым, не повторилась бы, потому что там речь шла о жизни человека, о заключении ни в чем не повинного человека под стражу. Здесь как бы мы начинаем привыкать, да, ну вот там с «Медузой» так поступили, ну «Витаймс» закрылся, ну что делать, ну не справились. Послушайте Марию Захарова, официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, она говорит, послушайте, ребят, мы же не закрываем никого, мы никому не мешаем работать, пожалуйста, работайте, соблюдайте наше законодательство. И вообще, Арти первым признали иностранным агентом на территории Соединенных Штатов Америки. Другое дело, что никто же не будет разбираться, как там их признают и что их заставляют делать. Ничего, не замечу в скобках, ну почти, там, кроме отчетности и так далее. Они не публикуют свои заметки в социальных сетях или на сайте, сопровождая их, ставя в начале заметок вот эти бессвязные какие-то предложения уму-небостижимые к обслокам. У них этого нет. Но с точки зрения дискуссии остроты такой нету, понимаете? Остроты, которая могла бы заставить людей возмутиться и сказать, что у них что-то отнимают прямо сейчас или прямо сейчас их лишают всех средств массовой информации. Поэтому тут, конечно, есть еще и фактор привыкания, который тоже очевидно присутствует. Все знали, что рано или поздно, ну что-то такое начнется. Все понимали, что, ну вот чуть-чуть сейчас закрутили. Еще немножечко пройдет, чуть-чуть еще закрутит. Потом еще. Когда будет предел, я не знаю. Это бы на самом деле никто не скажет, не кажется. Никто не знает, в какой момент люди возмутятся и скажут, ну все, нет, вот это вот точка невозврата. Для меня это красная черта. Очень сложно судить. Ко многому привыкли граждане Российской Федерации. Многое видали. Можно я добавлю? Я на самом деле не согласен с изначальным посылом. Мне здесь просто вопрос немножко про шашечки или ехать. Что ценнее было бы, если бы мы вышли с плакатами к зданию Роскомнадзора или 80 тысяч людей, которые оформили после признания «Медузы» иностранным агентом регулярные или разовые, насколько я понимаю, большая часть регулярные пожертвования. Вот это и является той самой поддержкой. И это и является следствием того правильного разговора с аудиторией, которое «Медуза» изначально построила. Но если говорить в целом, я согласен с Катей, те же истории, наверное, про наше привыкание, этого так много, что у тебя меньше пальцев на ногах и руках, чтобы успевать на каждую штуку реагировать. И оно действительно как будто постепенно, а не разом на нас обрушивается. Да, но поскольку я здесь «Оптимистик Ченнел», то мне кажется, что на самом деле, я повторюсь, эти 80 тысяч читателей, подписавшихся на пожертвования, и не поставивших подпись на «Change Work», что, несомненно, тоже важно, но проголосовавших рублем, они как раз являются доказательством того, что, как в свое время было написано на обложке журнала «Большой город», у нас больше, чем кажется. Не только ведь государство норовит как-то вот эту свободу слова, эту территорию постоянно сокращать и сокращать. Масса совершенно прекрасных людей в нашей стране, общественников, каких-то организаций, активистов, которые тоже хотят участвовать в информационной повестке, которые, ну вот недавний, да, совершенно пример про журналист «Буздождя», которая делала несколько материалов по-моему с Кавказа и стала получать угрозы лично в свой адрес, совершенно недвусмысленные. И как с этим работает дождь, как на это реагировать, насколько это серьезная угроза для свободы слова? Ну, это, конечно, серьезная угроза, когда девушка получает смс, что «Помнишь судьбу Натальи Истемировой, мы тебя так же пришьем, как ее». Мы к этому относимся очень серьезно, и мы направили заявление в полицию от моего имени как главного редактора и от ее имени как честного лица. Мне кажется, что понятно... Оно принято, есть какое-то... Оно принято, там, я не могу, там какой-то срок проверки, который еще не закончился. Ну, я не то, чтобы питаю большие надежды, но просто это то, что здесь должно быть обязательно сделано. Мне кажется, понятно, откуда это идет. Это идет от общего контекста. СМИ сейчас, они... СМИ, они друзья аудитории своей, а для власти они враги. У нас не так давно мы разговаривали с чиновником одного, скажем так, соседнего государства, у которого мы хотели... Вернее, один наш коллега хотел у него спросить, дадут или нет дождю аккредитацию для работы в этой стране. Значит, он, Сергей, гениально ответил. Он говорит, а зачем? Ну, вот, и вот это вот, а зачем? И если идет такое, а зачем, по отношению к журналистам, понятно, что люди даже напрямую с государством не связаны и чувствующие себя сильными, они абсолютно запросто подобные вещи делают. Мне кажется, что, отвечая на это, нужно использовать все доступные средства в виде полиции, милиции, пожарных и, главное, журналистского сообщества, которое, несмотря ни на что, все-таки в России существует. Друзья, давайте, наверное, мы будем подключать к нашему разговору зал. У нас в зале есть микрофон, вот я его вижу, он практически, да, в центре, один совершенно точный. Вот еще, да, несколько микрофонов в зале. Просто подходим к этому открытому микрофону и можно задавать свои вопросы. Здравствуйте. Не так давно на канале вашего коллеги Алексея Пиловарова вышел выпуск, в котором он рассуждал о том, что ждет в будущем YouTube, потому что есть угрозы того, что его может больше не быть. И очень многих подписчиков редакции возмутило то, что в этом выпуске было в числе интервью с Маргаритой Симоньян. И потому что... Ну, главный аргумент заключался в том, что зачем давать пропагандистам слово, если они и так не испытывают недостатка, как бы, вот... в... В площадке. В площадке, да, в рупоре, так называемое. И как вы считаете, нужно ли давать им возможность высказать свое мнение? И как продолжать этого вопроса? Лично я наблюдаю какое-то именно в последнее время проноидальное недоверие к деятелям журналистики. И сейчас многие обвиняют в связи с Кремлем или еще чем-то подобным от Познера до Дудя и даже того же Пиловарова. И как вы считаете, с чем это тоже может быть связано? Спасибо. Я позволю себе начать. Действительно, продолжат. Значит, я, к сожалению, вот этот конкретный выпуск редакции не видела, но я читала то, о чем вы говорите, некоторое количество возмущенных постов о том, почему там Маргарита Симонен принимала участие. Это вечный вопрос, он не новый и он с той или иной степени периодичности появляется в повестке, когда на каком-нибудь либеральном, свободном, классном канале или в каком-то таком СМИ появляется, выступает, представитель допустим, скажем, власти. В общем, у меня был такой эпизод, когда в студию Дождя приехала Мария Захарова как-то и отвечала на мои вопросы по мнению некоторого числа зрителей. Я была недостаточно злобной и как, орущей. И не знаю, нет у меня больше слов в отношении Захаровой. Что касается вечного вопроса, я на него себе, звать или не звать, я на него себе отвечаю однозначно, конечно, звать. потому что я ищу себя надеждой, что телеканал Дождь и все его сопутствующие СМИ, да, там, телеграм-канал, соцсети Дождя и так далее, являются тем, что человек открывает, проснувшись утром. И я ищу себя надеждой, что у нас достаточно самой разнообразной информации для того, чтобы люди не нуждались, допустим, ну, или редко открывали другие СМИ. Для того, чтобы понять позицию власти, им тоже может быть и должно быть достаточно иногда посмотреть Дождь. И это раз. Во-вторых, одно дело, когда Мария Захарова приходит, допустим, на Россию24 или на Первый канал или на НТВ и там подставка для микрофона с ней разговаривает, а она просто в монологе сама с собой, это как бы не то, что происходит на дожде. Мы задаем вопросы по каким-то актуальным проблемам, по-настоящему важные. И мы ровно те люди, наша задача вообще профессии журналиста, она ровно в том и заключается, чтобы призывать к ответу чиновников. Проблема ровно в том, что они не ходят к нам, проблема ровно в том, что они не хотят с нами разговаривать, потому что они отмокли и размякли до такой степени, что они не в состоянии принять критический вызов, вообще, они не знают, как с этим быть, они отучились от этого или не знали, как с этим быть никогда. Поэтому, например, мои 55 запросов к Петру Толстому, депутату Государственной Думы, они просто выбрасываются, видимо, в помойку его секретарями. Поэтому я считаю, что надо с ними разговаривать. Другое дело, как разговаривать. и, конечно, вот в этом смысле я, поскольку не видела беседы Алексея с Маргаритой Симоньян, не могу это никак оценить с точки зрения качества. Но я уверена, что это было вполне достойно, как все, что, почти все, что я видела, это очень достойно из творения Алексея. Симоньян,